Всем привет, друзья! Сегодня нас ждет обзор уже пятой партии матча за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Магнусом Карлсоном и претендентом из России Яном Непомнящим. Итак, предыдущие четыре партии завершились в ничьи. Некоторые из них были довольно боевыми, а некоторые суховаты. Ну и приступая к пятой партии, у Яна Непомнящего снова белый цвет. Посмотрим, чем же нас в этот раз удивит претендент. Пойдет ли он Е4, как обычно, либо возможно Д4 или Ц4. Е4 свою пятую партию белым цветом Я начинает ходом королевской пешки. Е5, конь Ф3, конь С6 и после хода слом Б5 у нас на доске все та же испанская партия и Магнус ходит А6. Тот же основной вариант. Слон отступает и после хода конь Ф6 белые делают рокировку. Магнус остается себе уверен и развивает своего слона очень вкратчиво на Е7. Ладья Е1. Белые защищают пешку на Е4, ну а черные захватывают пространство на ферзевом фланге. Слон Б3 и после рокировки А4. Этот ход в матче мы уже видели и на этот раз Магнус ходит. Ладья Б8 и Ян Непомнящий забирает пешку на Б5. И после взятия пешкой на Б5 белая ладья вскрывается по линии А, но ни на что она пока что там не нападает. Ян ходит А3. Довольно многоплановый ход. Где-то это будет хорошая форточка для короля, где-то мы забираем у черных фигур поле на Ж4. Ну и конечно теперь у черных навсегда отпадает идея пойти слон С5 и запрыгнуть конем на Ж4, потревожив пешку на Ф2. И Магнус ходит Д6, укрепляя свою пешку на Е5. С3 ходит Ян и подготавливает продвижение в центре, захватывая пространство. Однако Магнус первым выступает вперед, Б4, создавая давление на пешке ферзевого фланга. И Д3 ходит Ян, укрепляя пешку на Е4, на Д4 он пока что не решился. Все-таки там могли бы последовать множественные размены и разгрузка позиции. Ян хочет немного подержать напряжение и подавить на чемпиона. Магнус забирает на С3, после взятия на С3 пешкой следует ход Д5. Магнус все-таки добирается до идеи из атаки Маршала. Он жертвует пешку на Е5. Белые в этой позиции могли получить одну лишнюю пешку. Забрав пешку на Д5, после взятия конем, забрать конем на Е5. И после размена, поставив свою ладью на Е5, у черных начинал бы подвисать конь на Д5. Его нужно было бы защищать. И на эту позицию, в принципе, Ян мог бы согласиться. Все-таки здесь у него есть одна лишняя пешка по линии Д. Но Ян никак не хотел идти на этот вариант. Все-таки именно Магнус пытался его сюда заманить. Где у Магнуса была бы довольно простая игра. Да, нет пешки, но очень неплохая активность фигур. Поэтому Ян не решается забирать на Д5, а ходит просто конь БД2. Развивая своего коня и укрепляя пешку на Е4. Следует размен на Е4. После взятия пешкой, слон черных выступает на Д6. Во-первых, укрепляя пешку на Е5. И во-вторых, освобождая поле своему коню, который в дальнейшем направится на поле Ж6. И начинается вязкая маневренная игра. Ян ставит своего ферзя на С2. Черные сначала ходят А6, чтобы уже конь не смог прыгнуть на поле Ж5. И напасть на пешку. Ф7. Ян первым начинает маневр своего коня на поле Ж3. Магнус ему отвечает симметрично, переводя своего коня на Ж6. Белые завершают развитие своих легких фигур, выставляя слона на Е3. И в этой позиции чемпион мира надолго задумался. И пошел ферзь Е8. Ход немножечко неточный. Стоит сказать, что сейчас, если посмотреть на часы, у Магнуса было 57 минут. А у Яна не помнящего, час 45. То есть практически на целый час времени у Яна было больше в этой позиции, выходя из дебюта. По факту он всю партию до этого момента проиграл всего лишь за 15 минут. И сейчас мы достигли критического момента этой партии. Яну здесь стоило сыграть самый принципиальный ход С4. И у белых здесь был небольшой, но стойкий перевес. Все-таки сейчас уже мы угрожаем пойти С5 и прогнать черного слона обратно на базу. Позиция черных получается довольно неприятная. Ведь теперь, например, если пойти С5, то белые уже пойдут слон А4, нападая на ферзя. И после отступления ферзя слон может зайти на С6. С возможным перестроением на поле Д5. И брать потом этого слона будет очень даже нехорошо. Мы там заберем, например, пешкой С, и у черных будет слабая пешка на С5. А у нас будет сильная проходная пешка Д. Например, на ход ферзь С7, нападая на слона, слон отступал бы на Д5. И после взятия на Д5, взятие пешкой, у белых шикарнейшая игра. Они могут просто поставить своего коня на блокадное поле С4 и давить на слабости. Многочисленные слабости в лагере черных. Но Ян после хода ферзь Е8 от Магнуса в этой позиции задумался на 10 минут и пошел ладья Д1. Далеко не самое принципиальное продолжение, и черные успевают пойти слон Е6 с дальнейшим разменом белопольных слонов. Все-таки стоило Яну использовать тот факт, что у него было на целый час больше времени, и подумать чуть-чуть подольше и рассчитать вариант с ходом С4. Здесь же Магнус Карлсон уже сконсолидировался, предлагает размен слонов. И после хода слон А4, как и последовало в партии, Ян нападает на ферзя, следует простой ход слон Д7. Этим ходом Магнус без слов предлагает Яну ничью повторением ходов. Например, если белые не хотят разменивать своего сильного белопольного слона на А4, они могут пойти слон Б3, единственный ход. Но тогда Магнус снова пойдет слон Е6, предлагая размен. И позиция могла бы повториться еще раз и закончиться в ничью. Но Ян после хода слон Д7 от Магнуса пошел в конь Д2, все-таки решил поиграть на победу. Но правда после размена белопольных слонов позиция слишком уж равная. Разменялись еще и ферзи, и Магнус борется за линию А, но следует ладья А1, и после размена еще одной пары ладей Карлсон захватывает линию Б. Но белые начинают свою контур-игру по линии А, с идеей пойти конь С6 и съесть пешку на Д6 после размена коня на слона черных. Правда позиция настолько симметричная, даже если посмотреть на положение пешек и на количество их на каждом фланге, можно понять, что в партии матча за звание чемпиона мира Магнус эту позицию с легкостью должен удержать. Но Магнус делает довольно интересный ход. Конь отступает на Е8 на последний ряд. Не помнящий же начинает прогулку своего короля в центр доски. Магнус уводит второго коня на Е8. Магнус вплотную отступает канатом, встает в полнейший пассив, но позицию просто не пробить. Ян здесь, конечно, еще попытался. Конь приходит на Ф5, и после хода конь Е6, конь белых приходит на С4 с давлением на слона Д6. И кажется, что в этой позиции Магнус вот-вот и потеряет пешку на Д6 после взятия на Д6 и взятия ладьей на Д6. Но у него находится единственный ход. Ладьян Д8, подкрепляя поле на Д6. И несмотря на грозное доминирование белых фигур на доске, ничего страшного здесь Магнусу не прилетит. Ян от неимения никаких активных планов ходит Ф3, просто укрепляя свою пешку на Е4. Магнус отвечает симметрично, защищая пешку на Е5. Ян еще пытается захватить немного пространства на королевском фланге, но... Король Ф7, подводя короля к центру, Аж4. Слон отступает на Ф8, абсолютно все фигуры Магнуса уходят на последние ряды. Но очень уж крепкая позиция у чемпиона. Пешка на С7 защищена также двумя конями, то есть ни к чему здесь не привязаться. Пешку на Ж7 держит полкомплекта черных фигур. И никакие прорывы, например, Ж5, ни к чему как к упрощению позиции не приведут. Ян еще попробовал подтянуть короля к центру, но после хода конь Д6, Магнус уже предлагает размены, взятие на Д6 и Х5. Фиксируя пешечную структуру черных по черным полям, Магнус демонстративно стоит на месте, отступая слоном на Ф8. И после хода ладья А5, король идет на Е6, ладья Д5. И сейчас черным главное не взять ладью на Д5. Ведь тогда белые заберут пешкой, пойдут С4, активизируют короля и просто выиграют в этой партии. Но Магнус спокойно ходит ладью А8 и активизирует свою ладью по линии А. Ян возвращает ладью на Д1, позволяет Магнусу шаг на А2, перекрывается ладьей, ладья А1, ладья Д1. И здесь соперники согласились на ничью. Несмотря на казалось бы пассивное положение фигур черных, позиция слишком симметричная. Четыре пешки на королевском фланге у белых и четыре у черных. Структура окостенела, нигде не прорваться. Также есть по одной пешке на линии С, но никаких слабостей ни у одной из сторон не видно. На пресс-конференции Яну конечно же задали вопрос о ходе С4, который он не избрал в партии, а пошел ладья Д1, не такое принципиальное продолжение. На что он ответил, позиция у него на тот момент была крайне приятная. И было много разных опций продолжения давления, но он выбрал ход ладья Д1 и хотел пойти С4 дальше в партии. Ну а Магнус Карлсон подытожился тем, что да, он шел на этот вариант и он знал, что позиция будет довольно неприятная. Но ничего решающего, то есть черные должны стиснуть зубы и держать позицию, что он в принципе сделал. Вот такая получилась пятая партия, у Яна был шанс в принципе пойти на нечто большее, но нет. Пока что он играет очень крепко, что же говорить о дальнейшем течении матча, так завтра у нас будет выходной, а после этого две партии подряд Магнус Карлсон будет играть белым цветом. Я думаю, что именно тогда Магнус начнет играть именно на победу и первым пойдет в атаку. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить обзоры следующих партий. Все самое интересное только начинается. Также обязательно по ссылкам в описании переходи в наш телеграм и инстаграм. Все самое актуальное ты найдешь именно там, также некоторые инсайды по этому матчу. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok